Не гляди на лица, а гляди на обычаи. Привет, я Даша. Сегодня буду рассказывать о книге Джан Роулинг «В случайной вакансии». Да, я ещё и о ней не рассказывала, хотя уже, кажется, все книжные видеоблогеры это сделали. Но дело в том, что я эту книгу боялась. Тем более, что я первая прочитала моя мама, и о книге она сказала следующее. Ну, ясно, без слов, что не перелинулась. Поэтому долго-долго тянула. Но тут, наконец-то, мои шаловлевые ручки до неё добрались. Я взяла себя в руки, книгу в руки и начала читать. Мне безумно понравилось. Она очень яркая, она очень сильная. Опять же, вызывает очень сильные эмоции у читателя. И восхитительная. Джоулинг меня как бы порадовала. Джоулинг, Роулинг меня порадовала тем, что она не только Гарри Поттера, может писать, но и в других жанрах. Это было не единственное её такое достижение сильное. Собственно, перейдём к Барану. Сегодня буду образ написывать. Представьте себе наполненную... Это, кстати, прежде всего хочу сказать, что книга о жителях небольшого городка и о том, как вследствие их поступков складывалась их судьба, развивались события, переплетались между... и так далее. Представьте себе комнату, наполненную вот этими людьми, этими персонажами. Она вот настолько тёмная, что в языке не видно. И тут Роулинг ярким прожектором, можно сказать, рентгеновским, высвечивает по очереди первого, второго, третьего персонажа, оголяя и обнаруживая, преподнеся читателю все недостатки, которые в нём есть. Дальше происходит следующее. В комнате становится светлее, светлее, светлее. В комнате Мэль, Гури, Городок. И писательница перестаёт высвечивать прожектор. И начинает делать следующее. Она начинает тусовать их поступки, их дела, самих персонажей, как колоду карт. Долго она это тусует. На это тусование колоды очень занимательно смотреть было интересно. Я не заскучала ни на секунду. То есть держится напряжение. И вот одновременно с тем, как Роулинг тусует колоду, назревает такой пузырь наполненный гноем. Растёт, 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 растёт. Эта книга заканчивается, этот нарыв лопается, и читатель выдыхает. Мне всё было интересно, как Роулинг закончит книгу, потому что рассказывая о столь многих людях и их поступках, которые, между прочим, все между собой знакомы, все как-то через друг друга повязаны. И вот какая концовка может быть у такой книги, где столь много персонажей, и не сказать, что это к чему-то ведётся. То есть, если Галю Поттерю было ясно, что всё закончится битвой добра и зла между собой, то тут я озадачилась, какая у подобного сюжета может быть концовка. Хотя, кстати, всё-таки один момент я предугадала, к сожалению. К сожалению, потому что я не очень хорошую вещь предугадала. Вот. И, но тем не менее, концовка состоялась. И я хочу сказать, что может быть сейчас у вас сложится, если ещё нет своего мнения от книги, такое впечатление, будто её не стоит читать, что она страшная, там много негатива, тем более испытывала такие слова, как недостатки, гной, нарыв, и всё такое. Её стоит читать, не бойтесь её, она шикарная, она очень сильная, вот, прям, не подкопаться, ни одного отрицательного момента в этой книге я не нашла, и она вот, у неё нет такого впечатления, она какая-то вот тёмная, или такая, как, читая её, не, как это, вот, бывают книги мрачные, прям, вот, ты читаешь, и вот всё больше и больше попадаешь в депрессию, в плохое настроение, в угрюмость, здесь этого нет, вот как-то вдвоём писателям с этого избежать впечатления, хотя, конечно, сколько людей стоит и мнений, кажется, по-разному, возможно, воспримет, ну, книга мне очень понравилась, под глубоким впечатлением, я бы хотела её видеть на своих книжных полках, она, правда, классная, и я желаю вам приятно удивляться, это очень приятно, удивляться приятно, на этом всё, до скорых книг, пока! Субтитры создавал DimaTorzok